Привет! Я Гоша! Это моя сестра Мира И наша собака Соня Это мама Мам, тебе письмо! И папа Пап! А тут мы любим поговорить! Алло, мам! Ты дома? В холодильнике рис и котлеты Обязательно пообедай! И еще! Аккуратнее! На диване папина посылка Хорошо, хорошо! Ну пока, целую! На диване папина посылка Папина посылка! Наверное, техника Собрать и выкинуть в мусорку Чтобы никто не нашел Папа вот-вот вернется Надо скорее Куда же подевалась посылка? Это очень дорогая вещь Гоша, ты видел коробку на диване Когда пришел домой? И я разбил телефон И папа с мамой сказали Что я плохой сын Что со мной одни проблемы Я им не нужен Папа Надо бежать! Ты знаешь, сколько стоила эта вещь? Гоша, ты что, меня не слушал? На тебя нельзя положить Я же просила тебя быть аккуратнее Как же ты меня бросил? Вам будет без меня лучше Я только все порчу Свобода? Я могу делать все, что хочу? Субтитры сделал DimaTorzok Как же хочется есть Ты что здесь делаешь? Где твои родители? Нигде На работе задержались Иди к нам У нас переждешь Мы ужин приготовили Никогда не заходи в дом к чужим людям Даже если они говорят, что знают твоих родителей И не ходи в чужие подъезды Один или с друзьями Иди, иди Мне тут надо с одним делом помочь Без тебя никак Взрослый у ребенка помощи не попросит Ты что, меня не понял? Я попросил мне помочь Эй, ты Деньги есть? Деньги есть? Ну, как я вернусь? Они меня ненавидят Пойду еще раз посмотрю во дворе Оставайся дома Я поищу Ты лучше позвони в полицию И в поисковый отряд Ой, давай пока подождем Нет, звонить надо сразу Никогда не нужно ждать Я тоже хочу пойти Я не могу уснуть Я понимаю Мы все его любим И волнуемся Они меня любят? Все равно любят? Мама, прости меня Я испугался Я сломал папину посылку Потом выкинул ее зачем-то Потом мне стало совсем страшно Мы очень сильно тебя любим Сильнее любой посылки Никакой твой поступок Не может быть важнее тебя Мама, я так вас люблю Я так испугался Мы тоже сильно-сильно испугались Каждый из нас совершает ошибки Папа, и даже ты? Даже я И я Давай договоримся на будущее Что из любой ситуации Можно найти выход Возможно, мы могли бы вместе все починить Я совсем об этом не подумал Внимание, внимание Обнимание Сейчас сломану от радости Вулкан по левому борту Осторожно, плава! Папа! 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 Девушки отдыхают Это просто ковер Уйди! Сам уходи! Я тут танцую Я был первый Ну и что? Ты глупо танцуешь Дай сюда! Отдай! Это все из-за тебя! Что вы тут кричите? Гоша порвал платок Мой платок! Мне его папа подарил Гоша! Гоша! Жалко платок А еще он не давал мне танцевать Ох, Гоша Прогонял меня с ковра И выключал музыку Мира? И вообще Я младше Неважно, кто старше, а кто младше Нельзя обманывать Гоша, наверное, сейчас очень обидна Да Как-то это все нечестно Надо просто успокоиться И тогда получится Подышать Попить воды Сходить в душ Погулять Отвлечься Послушать музыку Мы же вместе его порвали А мама подумала На меня Нечестно И обидно Это как предательство Предательство Извини меня, пожалуйста И меня Мне очень жаль, мам Знаете, люди могут ругаться Так бывает Важно уметь мириться Пойдем играть Осторожно, лава Можно ругаться Только не драться Можно сердиться Но не обживаться И если кажется Ссора прошла Можно скорее Покрепче Обняться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Готово! С бананом! Мама, только давай выходить скорее! Все уже на улице! Да-да, мне звонила тетя Лада, Ева уже во дворе! Они же начнут без меня! Сейчас-сейчас! Только надену на Сонечку ошейник, ей тоже не помешает погулять! Сонечка ошейник, ей тоже не помешает погулять! Что страшного? Мира! Иди к нам! Иди играть! Иди к нам в команду! Ваня, Саша, Петя, Таня, Ева, Ира Один, два, три, четыре, пять, шесть, я седьмая Как же поделить семь человек поровну? Нужен восьмой! Ага! М-м-м... О! Стой! Куда? Не ходи туда! Не ходи к нему! Это какой-то странный! Пусть уходит, это не его скамейка! Это вообще наша площадка! А может, он вообще не умеет играть в футбол? Так, уходи отсюда! Уходи отсюда! Что случилось? Ничего, нам просто надо прогнать этого мальчика с площадки! Он тебя чем-то обидел? Нет, просто он чужой, странный и пришел на нашу площадку! Пусть уходит! Почему? Он мне не нравится! Ой, все так думают! Пусть уходит, что наша площадка! Я понимаю, мы верим своим друзьям! Нам с ними весело и не хочется ссориться! Особенно из-за тех, кого мы даже не знаем! С друзьями мы ничего не боимся! И это здорово! Да, они мои друзья! А его я первый раз вижу! Что он тут расселся? Вы не знакомы, но из-за этого не стоит его обижать! Но я не хочу с ним дружить! Совсем не обязательно дружить! Но очень важно уважать! Давай я попробую немного рассказать тебе об этом мальчике! А ты его знаешь? Нет, но я знаю кое-что о нем! И думаю, у вас много общего! У него, кажется, тоже есть мама и папа! Совсем как у меня! И даже брат! Но они все равно какие-то другие! Это называется национальность! Люди другой национальности говорят на другом языке! У них часто отличная от нас внешность! И они любят еду, которую мы не готовим! И это всегда так интересно! Изучать другую культуру! Это помогает нам больше знать! И делает наш взгляд на жизнь шире! Смотри, чем вы еще похожи! Он тоже любит собак! А может быть еще и кошек? Скажи, если бы на той скамейке сидела ты, как бы ты себя чувствовала? Мне было бы очень грустно и обидно! Еще мне было бы одиноко, и я бы, наверное, заплакала! Как-то это все нечестно! Я сейчас приду! Делите ли тесто жениха! И я денег не могу больше, не друг! Спасибо! Это ничего страшного! Держи! Извини меня, пожалуйста! Это было несправедливо! Это ничего страшного! Мама, а мальчик оказался очень добрым! Но почему-то все на него кричали! И даже я! Иногда проще быть, как все! Но в итоге каждый отвечает за свой поступок сам! Здорово, что ты извинилась! Для этого нужна храбрость! Представляешь? Слозь такая тяжелая! А доброта легкая! Ну что, готово? Готово! Держи! Слозь такая тяжелая! Держи! Храбрость! Держи! Держи! Кулинарное шоу Накорми маму Что-то рассыпчатое И еще чтобы с корочкой И чтобы мягкое Хм, звучит как пирог Да, и хрустящее Но пирог же не хрустит Зато хрустит салат, который можно сделать к овощному пирогу Еще что-то сочное и бархатистое Смузи из шпината Полезно беременным Бе С бананом Кажется, заинтересовалась Голодная Кто? Бэйби И я Скоро все будет готово Надо маму покормить Надо маму покормить Все по полкам разложить С пола лишнее убрать Все цвета пирог забрать Редьку чистить, лук помыть Кукурузу отварить Свекла память тортитесь Этот, кажется, прокис Тонко режем баклажан Сверху будет хармиджан Сверху сладкий полной Вкус насыщенный грибной Чтобы было больше сил Папа, кажется, забыл Авокадо и шпинат Сладкий перец Виноград Лучше персик и банан Снова сверху Пармиджан Надо маму покормить Пусть любимый предложить Надо маму покормить Надо маму покормить Надо маму покормить Надо маму покормить Ммм, а мне? Вкусно! А с этим что делать? Сделаем мороженое! Итак, кто что хочет есть? Хрустящее, мягкое, с корочкой, слоеное Мне нравится так выбирать Я всегда любил хрустящее Вот только я не знал, что хрустящее бывает разным А я люблю воздушное и мягкое Ммм, вкусно! Ой, дерется Проснулась Это все шпинат И банан Ой, опять Кажется, начинается Начинается? Начинается! Я готов Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Помоги лучше бабушке Ну что, везете нашу принцессу? Принцессу? Ждем, ждем Ой А нарисуй-ка лучше открытку Стоп! А где же я? Та-да-н! Заходи Интересно, какая она? Кто? Бэйби Маленькая и милая А может быть, нет Может быть, она будет все время у нас все забирать А мама с папой будут ее защищать Потому что она маленькая А вдруг она заставит ходить с коляской? А еще она может занять мою комнату Не думаю А если они теперь будут любить только ее? Что тут происходит? Я очень хочу тебе помочь Но я ничего не понимаю Постарайся успокоиться и рассказать Это Бэйби Все будут любить только ее Малыши всегда любят больше А почему вы так решили? Мама и папа с этими малышами всегда носятся Я видела на площадке Представляете, если бы мама и папа так обращались с вами? Нет! А если мама и папа будут всегда ее защищать? Я думаю, вы все будете ее защищать Тогда чего вы боитесь? Что они будут любить ее больше Знаете, любовь как шоколад Чем больше, тем лучше Ведь когда-то у нас не было и Гоши А потом он появился И любви стало больше И правда Я смогла с ним играть И с Бэйби тоже будем играть Может быть, принцесс Можно Но это будет не скоро Пока она еще будет очень маленькой А пока вы сможете помогать маме и папе с малышом Как? Выбрать для Бэйби одежду Принести бутылочку Выбрать цвет соски Покормить с ложечки и из бутылки Еще ее надо будет учить Ходить, играть, ползать Какая миленькая Какая малюсенькая Какой взгляд умный Ну, копия папа А мне кажется, в маму На миру маленькую похожа ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любовь не делится, она умножается Я обещаю, что всегда буду вас так же любить, как раньше И кажется, даже больше Мам, я не могу найти наушники В коридоре на вешалке видела Нашел! Мам, поиграй со мной, мне скучно Ага, только кофе допью Мама! Ты случайно не видела ножницы? Мама! В правом ящике стола Мира, пожалуйста, убери игрушки Я не хочу сама все убирать Мама! Помоги мне! Ну все, мне это надоело! Я сплю на краю кровати всю ночь А потом каждое утро убираю твои игрушки Ты складываешь в своей комнате грязную посуду А я потом ее отмыть не могу А ты... Я все видела! Если каждый из вас поставит в раковину по чашке Это уже три, а я одна Если бы вы помыли за собой, это было бы честно Я ухожу гулять Одна! Ну все, мама устала Мама устала? Мама устала Хм ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, нам нужен план. Да, и мне так кажется. Давайте составим список дел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поливать растения. Вытирать пыль. Застилать кровати. Гулять с Соней. Выносить мусор. Мыть окна. Менять лампочки. Но я не умею менять лампочки. Это умею я. А ты можешь выбрать то, что умеешь делать ты. Я могу вытирать пыль и убирать игрушки. Я могу ходить в магазин и выносить мусор. А с Соней гулять мы можем вместе с Мирой. Отлично. Ну, еще столько дел. Давайте я буду поливать растения. Спасибо, Мирочка. Остальное мы с мамой поделим. Только нам важно научиться не забывать о своих делах. Честно говоря, я точно знаю, что буду забывать. И я. Давайте договоримся, что вы не будете на нас ругаться. И будете просто напоминать. Мы постараемся. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Порвался? Нет. Не говори никому. Почему? Мама же не ругает нас за порванные вещи. Просто не говори. Ладно? Так надо. Ты чувствуешь то, что чувствуешь? Это нормально. Мне нельзя говорить то, что случилось с Гошиным рюкзаком. И он очень-очень расстроен. Давай-ка во всем разберемся. Можно? Ты в последнее время сам не свой. Часто сидишь один в комнате. Что-то в школе? Ничего особенного. Рыжий пришел. Рыжий пришел. Подтайку смотрите на него. Он каждый день приходит. Хватит отсюда. Ты что молчишь? Я смотрю игру. Ну смотри, смотри. Что? Слабу? Ой, упал. Я заплачу. Ой, только не расплачься. Поговорить всегда бывает полезно. Одна голова хорошо, а две лучше. Помнишь, как мы вместе смогли решить задачку по математике? Краска для волос? Кажется, что-то все-таки происходит. Это началось после каникул. Рыжий, рыжий! Серафон пропустишь! Да, он играть не умеет. Сиди лучше дома. Иди домой. Это очень обидно. Я просто хочу быть как все. И я подумал, ведь можно поменять цвет волос. И тогда больше не будет проблем. Ты можешь пытаться изменить себя, но ты не сможешь переделать других людей. Они будут находить другие поводы для такого поведения. Мы все разные. У каждого есть свои особенности. Во внешности или в характере. То, что их кто-то не принимает, проблема того человека, а не твоя. Так он пытается выглядеть более значимым. Я понимаю. Нет смысла менять себя, чтобы кому-то нравиться. Но что мне делать? Я просто хочу ходить в школу и не думать об этом. Разреши нам с мамой поговорить с твоей учительницей. Никогда! Я не буду ябедничать! Это же трусость! Ты не ябедничаешь. Ты защищаешь себя. А для этого нужна храбрость. Нельзя играть по правилам тех, кто обижает. Важно, чтобы правила были справедливы. Согласен. Но пока, пожалуйста, не ходите к учительнице. Я попробую сказать им честно. Хорошо. И помни, мы с мамой всегда рядом с тобой. Как и твои друзья, поддержка придает уверенности в себе. А уверенность решает многие вопросы. Опять пришел! Не стоит так делать. Мне это неприятно. Кто ведет-то? Наши ведут. Но им надо усилить защиту по левому краю. Держи левый край! Найд! Стоп! До завтра! До завтра. Скоро надо идти. Ага, они вот-вот приедут. Кто? Бабушка с дедушкой. Они сегодня остаются с нами. Мама с папой идут по делам. А мне на урок русского. Ты ходишь на уроки? Вот почему ты так хорошо говоришь. Увидимся. А моя бабушка с нами не остается. Говорит, что уже слишком старенькая. А она что, болеет? Не знаю. Вроде бы нет. Но бабушка часто говорит, что старость, как снег, приходит внезапно. Что скоро все зубы выпадут и песок посыпется, что к старости рога вырастут. И никому она не будет нужна. А еще я прочитал, когда человек становится старше, у него пропадает часть рецепторов. Это такие маленькие точечки на языке, которые передают вкус еды. Я не хочу терять точечки. Я не хочу стареть. Бабушка, дедушка, пожалуйста, не стареть. Мирочка, ну ты что? Что такое случилось? Ева рассказала, что бывает с людьми в старости. Я не хочу, чтобы у вас песок сыпался. Давайте во всем разберемся. Мы уже сильно опаздываем. Вы идите. Мы сами во всем разберемся. Ну, что там за истории? Расскажите. Как это становиться старше? Не старше, как я и Миры каждый год, а старее? Ева сказала, что к старости зубы выпадут и рога вырастут. Рога – это точно неправда. А с зубами может быть всякое. Поэтому так важно их чистить каждый день. Когда человек становится старше, с его телом происходят разные вещи. Я плохо вижу без очков и часто хуже слышу. Я уже не могу так быстро бегать, как раньше. В детстве я обожал прыгать в озеро с тарзанки, разогнаться с берега, как полететь и плюхнуться в воду. А я по деревьям лазала лучше всех. Меня ни один мальчишка не мог догнать. А теперь вот правая рука стала по утрам болеть. Значит, вы чаще болеете? Не совсем. Мы реже подхватываем вирусы. Наш организм уже переболел многими болезнями за всю жизнь. И его трудно удивить. Наш иммунитет стал сильнее. Есть люди, которые скучают в пожилом возрасте, но нам с бабушкой весело. У нас теперь много свободного времени. Мы же не ходим на работу и можем больше быть друг с другом и с нашими друзьями. Если бы я не ходил в школу, мне было бы тоже весело. Сейчас я могу потратить весь день на чтение и закончить книгу за три дня. Сколько же сказок ты можешь прочитать за месяц? Очень много. А я, наконец, занялась йогой. И рука стала болеть меньше. И еще. Смотрите. Ох, зубы же ломят. А вот и нет. Представляете, с возрастом зубы становятся менее чувствительными, так что я спокойно могу кусать мороженое, а потом пить горячий чай. Когда я стану бабушкой, я буду есть много мороженого и смотреть мультики. Оказывается, старость – это совсем неплохо. Это как детство. Только не надо рано ложиться спать. Именно слово «старость» часто пугает людей. Поэтому я решила называть его по-другому. Время радости и ничего не деланья. Ну, не знаю. У меня много дел. Ко мне сегодня приходит ученик. А вот и он. Пообедай с нами, а потом будем учиться. Всем привет. Знаете, чего нам не хватает? Чего? Мы разучились играть. Научите нас играть во что-нибудь. Ура! Давайте искать сокровища! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Соня, нельзя кусаться! Ты что? Непослушная собака! Поругались с Соней? Да, она не слушается меня. А потом еще кусается. Давай я тебе кое-что расскажу. Что? Вокруг твоего тела есть пространство. Это твои границы. Другие люди должны их уважать. Такое пространство есть у каждого. Например, вчера. Помнишь? Да. Даже у мамы есть границы. Даже у мамы? И у Гоши. И у меня. Пап, ты скоро? Папа! И у твоих друзей. Извини. Ой! Прости. Ой! Ну, папа, это смешно. Как же тогда играть? Играть можно. Но всегда важно помнить, что перед тобой другой человек. И ему может быть неприятно. Пойдем? Попробуем? Я не хочу на горку. А давай тогда на качели. Стоп! Давай по очереди. Стоп! Не надо! Я не хочу так. Ой, извини, пожалуйста. Папа, граница, это так просто и так удобно. Как у вас дела? Обед почти готов. Идем. Мама, у тебя есть границы! Ты знала? Знала, знала. Хорошо, что ты теперь тоже знаешь. Мира, границы важны не только тогда, когда кто-то тебя обижает. Например, я хочу тебя обнять, а ты обниматься не хочешь. Что ты сделаешь? Да, так я пойму, что ты не хочешь обниматься. А если я хочу? Вот так, по жестам и движениям, видно согласие. Папа, граница есть у Сони. Извини, пожалуйста. Я теперь буду помнить о границах. Внимание, внимание! Обнимание! Тут мы живем. Здесь будет твоя комната. А здесь кухня. М? ТЕЛЕФОНИЕ М-м-м-м-м-м-м-м. ТЕЛЕФОНИЕ родителей. Вот же они. Нет. А кто настоящие? Они есть настоящие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А помнишь, ты мне будильник в рюкзак подбросила? А помнишь, ты меня на велосипеде возил? А это когда было? А это когда ты пришел из детского сада? Нет, из детского дома. Это место, куда попадают дети, в которых нет мамы и папы. Но их оттуда можно забрать, когда забрали меня. чай с малиной, лекарство от кашля и ноги держите под пледом. А кто тебе делал чай с малиной, когда ты был там? Никто. А если ночью становилось страшно, кто приходил? У меня были друзья. А теперь приходим мы с мамой, потому что детский дом не место для ребенка. Пап, вы же настоящие мои родители. Конечно, настоящие. Ведь любовь у нас настоящая. Хотя я могу превращаться... Внимание, внимание! Обнимание! Как же здорово иметь старшего брата. Вообще здорово иметь семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова